Добрый вечер, на 12-м канале Час новостей, в студии Сергей Лесков, в этом выпуске. Многолетние гастроли подходят к концу. Это была мечта, и эта мечта постепенно притворяется в жизнь. Премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить недостающие средства на реконструкцию театра «Галерка», когда открытие. Время собирать помидоры. В этой теплице сбор урожая уже в самом разгаре. С апреля по август здесь удается собрать до 500 тонн томатов. Омские сельхозпроизводители планируют установить рекорд по сбору урожая в регионе. Принудительный фитнес. Да даже вот просто до банкомата дойти. Ну, лучше дойти пешочком, чем как бы 25 рублей за одну остановку отдать. Жители поселка Омская птицефабрика вынуждены ходить в город пешком. В чем причина? Наш паровоз вперед летит. В Омске военный эшелон встречали сотни мечей, школьники, студенты, просто пассажиры, которые задержались здесь для отправления своих поездов. В нашем городе сделал остановку агитационный поезд «Победы». И обезьяна с ключом омского автолюбителя удивил необычный работник автосервиса. Вынужденные гастроли пока продолжаются, но бродячими актерам Омской галерки осталось быть недолго. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении недостающих 137 миллионов на реконструкцию театра. И вот спустя долгих 12 лет театралу наконец надеются отпраздновать новоселье фактически в новом здании. Объект уже готов на 75%, и работы продолжаются. А Наталья Бельская вместе с директором театра побывала на стройке, оценила масштабы большого ремонта и узнала, когда же наконец галерка распахнет свои двери для зрителей. И все о той весне увидел я во сне, пришел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. А то и весне новая песня Великой Отечественной в программе галерки. Вот уже 17 лет коллектив встречает 9 мая концертом для ветеранов. Актрисе Екатерине Латыповой предстоит исполнить песню Валентины Толкуновой «Мой милый, если б не было войны». Волнуюсь ее петь, потому что песню о войне всегда петь, скажем так, тяжело, если честно. Потому что особенно, когда перед тобой сидят ветераны, люди, которые пришли с этой войны, а ты ничего не знаешь, только из книжек по разговорам, то тяжело, если честно. Хочется почтить память, хочется им отдать дань благодарности все-таки за то, что они пришли живыми и с победой. После репетиций в гримерку она одна на всех. Именно здесь 25 артистов театра преображаются в своих героев – Турбиных, Булгакова, Щелкунчика или Вката Леопольда. Условия почти полевые, но на тесноту никто не обижается. Привыкли. В спектакли несколько в неделю. Отрепетировали, подготовились и в бой на новой сцене. Вот эта «Газель» в театре «Галерка» – одна из главных помощниц. День, когда идет спектакль, она может делать по 3-4 рейса, перевозя декорации в тюз, на сцену омского «Орликина» или в дом актера. Множество площадок, готовых с радостью принять актера в «Галерке», они сами бы с удовольствием променяли на свою родную. Но на сцене в новом здании театра под звуки дрели пока солируют строители. Бывший ДК «Юность» объем сделанных работ впечатляет. Его площадь увеличили с 2800 квадратных метров до 8000. Настроили третий этаж, зрительный зал на 300 мест, отделают деревом в стиле кают-компании. Уже выбрали и заказали кресло. Появились огромный склад для декораций, гараж, два репетиционных зала, тренажерный зал, творческие мастерские, цеха и 12 гримерок. В каждой душевая кабина. Накануне Международного дня театра мы устроили экскурсию для всех работников театра вот сюда. И все пошли, каждый пошел посмотреть свои цеха, каждый пошел смотреть свой уголок, где он, кто он, что он. Люди вышли, и вот какое-то такое ощущение праздника. Действительно чудо. Для меня это чудо, потому что это была мечта. И эта мечта постепенно притворяется в жизнь. История реконструкции здания напоминает театр боевых действий. К активным работам приступили в 2013 году. Но по ходу пьесы выяснилось, что изначально в проекте были ошибки. В итоге потребовалось усиление металлоконструкции и фундамента. На экспертизы и согласование ушло время, а главное – деньги. Стал вопрос о недофинансировании. Казалось бы, вот-вот наступит поражение, и в победу уже никто не верил. Но галерка выстояла. Премьер-министр Дмитрий Медведев после недавнего визита в Омск распорядился выделить 137 миллионов рублей для завершения строительства. В здании проведут отделочные работы и оснастят электрозвуко-световым оборудованием. Сдать новую галерку планируется к концу года. Коллектив сейчас тоже строит творческие планы. На открытие уже не как гости, а как полноценные хозяева пригласят выступить в государственный академический малый театр из Москвы. Наталья Бельская, Вячеслав Лысенко, 12 канал. Владельцы личных подворий смогут продавать закупщикам каждый литр молока на 2 рубля дороже. А чтобы конечная стоимость продукта не увеличивалась, для конечного потребителя разницу закупщикам компенсируют из регионального бюджета. Этот вопрос сегодня обсуждался на очередном свидании правительства. Сегодня средняя стоимость сырья колеблется в районе 20 рублей. И владельцы личных подворий долгое время жаловались на то, что это слишком дешево, а повышать цену было невыгодно закупщикам. Поэтому региональные власти приняли решение увеличить сумму компенсации. Кроме того, в этом году увеличилось количество заявок на получение субсидий на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Поэтому был увеличен и сам грантовый фонд с 10 миллионов рублей до 50. И, как отметил глава регионального минсельхоза, в этом году сделают акцент на развитие молочного животноводства. Сегодня прорабатывается вопрос дополнительных интервенций. Вот как зерно по интервенции покупают, в таком же ключе планируются интервенции по молоку, чтобы для госрезерва, для стабилизации цены, особенно в летний период, можно было закупать государству дополнительные объемы молока в виде сухого молока, ультрапастеризованного, в виде сливочного масла. Мамские аграрии намерены побить прошлогодние урожайные рекорды, собрать хотя бы на 8% зерна больше, чем в 2016-м. На реализацию амбициозных планов сейчас брошены все силы. Так, сельхозпроизводители получат 87 миллионов рублей на покупку элитных семян. Сумма вдвое больше, чем в прошлом году. Дадут аграриям и существенную скидку на топливо. Предстоящую посевную кампанию обсудили сегодня на селекторном совещании в региональном минсельхозе. Что сейчас происходит в полях, ждать ли амичам в этом году богатого урожая, и какие современные технологии помогают обеспечить продовольственную безопасность региона, выясняла Елена Смирнова. В этой теплице сбор урожая уже в самом разгаре. С апреля по август здесь удается собрать до 500 тонн томатов. По своим свойствам они ничуть не уступают дачным, выращиваются в соблюдении современной голландской технологии. А именно на минеральной вате. Это специальный искусственный материал, куда помещается корневая система. Так, растения полностью защищены от болезней, они постоянно подпитываются смесью из воды и минеральных удобрений. А вот нитратов и прочей вредной химии в плодах не содержится. Так что покупать омские овощи можно без боязни. У нас полный температурный режим, поливной режим выполняется. Есть подкормки СО2 и также делаются подкормки минеральными удобрениями. Здесь нет никакой химии. У нас проводятся полные анализы и на остаточные пестициды, и на нитраты. Поэтому продукция вкусная, качественная и абсолютно полезная. Таких парников в области всего три. Но в планах регионального минсельхоза это число увеличить. Уже в следующем году в области планируется задействовать под тепличные овощи еще 20 гектаров закрытого грунта. Это один из залогов продовольственной безопасности региона. А вот работники полей плоды своего труда пожинать будут только осенью. Пока основательно готовится сеять. Вот здесь идет баронирование почвы, чтобы сделать ее рыхло и равномерно распределить влагу и питательные вещества. Рядом уже высаживают, например, ранние сорта картофеля. Урожай получат в августе, а здесь подкармливают азимую пшеницу минеральными удобрениями. Через день-два начинаем уже полевые работы, посевные работы. То есть ранние сроки пшениц. Мы это делаем для того, чтобы после уборки азимой пшеницы и азимой жи, чтобы у вас не было большого разрыва от массовой уборки яровых культур. Значит, мы сеем ранние сроки. Или в конце апреля, или в начале мая. В этом году задача не просто вовремя завершить посевную и уборочную, но и получить как можно больше урожая. Показатель прошлого года стал рекордным. Тогда в закрома региона отправилось 3 миллиона 370 тысяч тонн зерна. Снижать планку не намерено и в 2017-м. Тот урожай, который есть, 16 центров, это тот потенциал земли без работы плодородия. Чтобы расти в урожайности, конечно, надо работать с удобрениями. И в этом направлении мы работаем. Сегодня есть программы и по агрохимическому обследованию почвы, региональная программа по поддержке финансирования этого направления. Поэтому надеемся, что все-таки сработает в целом и удобрение, и та агрокультура, которая сегодня у нас есть на полях. До первых дней лета аграриям предстоит засеять 3 миллиона 32 тысячи гектаров. Это на 8 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Стартует компания 10 мая. Елена Смирнова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Омские дороги будут чистить экологичными пылесосами. Ключи от 8 новых машин коммунальщикам сегодня вручил мэр Вячеслав Двораковский. Арсенал дорожных служб пополнился не только самосвалами, но и современной вакуумной подметально-уборочной техникой. Такие крупногабаритные автомобили вмещают 3 тонны грязи и пыли, и за один заход могут чистить дорогу шириной в 2,5 метра. А вот тротуары и газоны коммунальщики будут убирать с помощью мини-пылесоса. Он втягивает мелкий мусор, окурки, полиэтиленовый пакет и небольшие пластиковые бутылки. Сегодня поставщики также презентовали городоначальнику новинку отечественной дорожной техники – малогабаритный фронтальный погрузчик с набором насадок. Мини-трактор, способный поднимать больше тысячи килограммов груза, поможет содержать в чистоте реконструированный Любинский проспект и улицу Чиканово-Лиханово. Мы приобретаем технику для того, чтобы вывозить снег, так, чтобы не было подтоплений и делаем акцент на технику, которая содержит проезжую часть и как можно быстрее после зимнего периода и летом во время, так сказать, теплого периода года вывозить прибордер, очищать прибордерное пространство, чтобы не было грязи там и так далее. Каждый год, несмотря на наши финансовые трудности, о которых всегда говорят, приобретаем технику и двигаемся именно в этом направлении. В этом году на приобретение дорожной техники из городской казны выделили 67 миллионов рублей. До 20 мая в Омск приедут еще четыре машины, среди которых автомобили для аварийно-восстановительного ремонта магистралей. У нелегальных перевозчиков будут забирать транспортное средство. Касается это тех, кто работает по пригородным и межмуниципальным маршрутам. В Омской области ужесточили контроль на рынке пассажирских перевозок. Связано это отчасти с тем, что нелегалы начали активно маскироваться, например, под легковое такси и заказные автобусы, но при этом работали по обычному маршруту. Такая нечестная конкуренция отражается на предприятиях, которые работают законно. Поэтому власти пошли на крайние меры. Теперь, если в ходе рейда такой автопират будет задержан, на машину наложат арест. Первые шаги уже сделаны. Так, в ходе рейда была арестована газель, которая курсировала по маршруту Омск-Любино нелегально. И подобные рейды будут проводиться регулярно, сообщили в региональном Минпроме. А вот некоторые амичи были бы рады любому автобусу ходить пешком, чтобы сэкономить вынужденные жители поселка Омская птицефабрика. Больше месяца в микрорайон не заезжает 395-й маршрут. Его отменили, так как перевозчик до 1 марта не успел заменить устаревшие газели. Выбор у жителей микрорайона теперь небольшой, или разорительной поездки до школ, детских садов и поликлиники, или вынужденный променад. При этом среди местных жителей много детей, инвалидов и пенсионеров, которым не под силу ни дорогой проезд, ни пешие прогулки. Можно ли завести в район дополнительный маршрут, или амичам так и придется заниматься принудительным фитнесом ради экономии? Ситуация разбиралась Анна Кокорина. За рулем велоколяски трехлетняя Карина наматывает километры. Променад вдоль оживленной трассы от Омской птицефабрики до третьей ленинградской мама девочки вынуждена совершать по нескольку раз в день. И все ради экономии. В поселок 395-й автобус прямой до детского сада и поликлиники больше месяца не заходит. Его отменили, так как перевозчик не успел заменить устаревшие газели. Теперь выбор у местных жителей невелик – добираться с пересадками или больше километра идти пешком до остановки частично дублирующего 55-го маршрута. Да даже вот просто до банкомата дойти. Ну, лучше дойти пешочком, чем как бы 25 рублей за одну остановку отдать. Ну, зимой тут вообще ходить невозможно. Во-первых, сугробы по колено и дорогу не чистят. А весной, когда все начинает таять, это в болотниках только тут можно пройти. Вынужденный фитнес как инструмент экономии подходит далеко не каждому. Больше половины жителей поселка – пенсионеры и люди с инвалидностью. Им спортивная ходьба уже не под силу, но и раскошеливаться на проезд пересадками местные не готовы. Этот маршрут, он больше 30 лет существовал. Он себя оправдал, маршрутки ходили полные. Но самое главное, что у нас отдаленный поселок, и у нас живут пенсионеры и малоимущие. Кто на окраине живет? Малоимущие люди и пенсионеры. Не у всех пенсионеров есть льготные какие-то вот эти билеты. А у нас там школа, детский сад, поликлиника, МФЦ, что там дальше? Ленинская администрация. Ленинская администрация, ЖД вокзал. У нас все там сосредоточено. Неудобства почувствовали и работники местной птицефабрики. Третий из них на работу добирается с Новой Московки и района телевизионного завода. Впрочем, специалисты городского департамента транспорта сложившуюся проблему готовы обсуждать. Если есть потребность, мы готовы рассмотреть вопросы, принять какие-то меры по корректировке маршрута, чтобы обеспечить необходимым жителям транспортное сообщение. Но при этом хотелось бы отметить, что в настоящее время проводится работа по формированию новой маршрутной сети. Уже с апреля месяца с специалистами Сибади проводится изучение пассажиропотоков. В мае и июне месяце будет проводиться опрос населения, анкетирование, то есть о потребностях пассажирских перевозок, то есть о направлениях поездок. В качестве компромисса городские власти готовы завести в поселок 55-й маршрут, соединяющий микрорайон Булатова, Старую и Новую Московку с ЖД вокзалом, а параллельно рассмотреть конструктивные предложения по формированию новой маршрутной сети. В обновленном виде она появится к осени текущего года. Анна Кокорина, Павел Манжос, 12 канал. Сегодня постминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса покинул Александр Бирюков. Он подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Заявление об увольнении по собственному желанию сегодня подписал Виктор Назаров. Александр Бирюков возглавлял региональный Минстрой с мая 2016 года. Исполнять обязанности руководителя ведомства с 4 мая будет его заместитель Богдан Масан. И смотрите далее в программе. Наш паровоз вперед летит. В Омске военный эшелон встречали сотни амичей, школьники, студенты, просто пассажиры, которые задержались здесь для отправления своих поездов. В нашем городе сделал остановку агитационный поезд «Победы». И обезьяна с ключом омского автолюбителя удивил необычный работник автосервиса. Дорогами бессмертного полка праздничный автопробег сегодня стартовал в парке «Победы». Два десятка легковых автомобилей-мотоциклов, украшенных георгиевскими лентами и логотипами акции, выстроились у вечного огня. Главный атрибут – флаги бессмертного полка. Три из них участники автопробега оставят в контрольных точках маршрута в Марьяновке, Москаленках и Селькуле, чтобы 9 мая их пронесли в шествие бессмертного полка. В каждом из районов участники автопробега, ветераны боевых действий, поисковики, члены патриотических организаций, волонтеры, возложат цветы к мемориалам «Победы» и проведут торжественные митинги. Кроме того, будут работать интерактивные выставки оружия. На территории районов нас будут встречать школьники, будут встречать ветераны, будут встречать участники боевых действий. На площадях мы проведем представление техники военной, будет пневмотир, где ребята у нас могут пострелять. Будем представлять разборку-сборку автомата, поэтому волонтеры будут участвовать в конкурсах, проводить конкурсы. Помимо автопробега еще были конкурсы, как письмо ветерану, письмо солдату. Также будут проведены другие конкурсы, которые именно идут под эгидой бессмертного полка. В Омске встретили армию «Победы», так называется агитационный поезд, который путешествует по стране в преддверии 9 мая. И в этом году воинских эшелонов сразу два, они следуют навстречу друг другу из разных концов страны. 5 мая гидпоезда встретятся в Екатеринбурге. Состав, прибывший в наш город из Новосибирска ранним утром, пробыл на железнодорожной станции полдня и отправился дальше по маршруту. Его приветствовали сотни омечей, среди них ветераны Великой Отечественной войны, для которых встреча воинского эшелона стала особенным событием. Как это было, расскажет Юлия Кавычина. Агитпоезд «Армия Победы-2017», который в эти секунды прибывает на железнодорожную станцию Омска, стартовал несколько дней назад, 29 апреля, из Иркутска и побывал уже в Красноярске, Юрге и Новосибирске. В Омске военный эшелон встречали сотни омечей, школьники, студенты, просто пассажиры, которые задержались здесь для отправления своих поездов, курсанты в военных заведениях, ну и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны. Я ведь штурман бомбардировочной авиации, я бомбил их, я с радостью встречаюсь, с радостью. Вот он с тех пор еще не опустился. Я плакал, когда над Берлином был, что мы летели до Берлина. Представляете, нет? Слезы в глазах были. Вот в чем дело-то. Это не забывается никогда. Поезд «Победы» следует маршрутам, по которому в годы войны отправлялись дивизии из Сибири и Дальнего Востока на фронт. 12 вагонов живой истории напоминают жителям страны о событиях, от которых нас отдаляют уже 72 года, однако память о которых никогда не сотрется. Действительно зримое воплощение всей той истории, о которой тем же нашим школьникам говорят на уроках. И я считаю, что количество людей, которое собралось, эта праздничная атмосфера, лишний раз создают настроение перед самым главным праздником, перед Днем Победы. В роли советского солдата полковник запаса Александр Беседин. В этом вагоне музей на рельсах. Посетители погружают в атмосферу военных лет. Вообще в этом малиндаже все подлинные вещи времен войны. Начиная от оружия, которое представлено здесь, знамя с немецким оккупантом, телефонный аппарат. Здесь, чтобы говорить, надо было ручку покрутить. Идет вызов моему абоненту. Я ему докладываю. Находимся в Омске. Встреча началась. Население очень хорошо приняло. Особый интерес ракетной установки, знаменитые «Сорокопятки», танки вызывают у мальчишек, которые в свои шесть с небольшим, кажется, знают все о технике времен Второй мировой войны. Есть такая машина под названием «Катюша». Эта машина воевала на войне. Мы сюда приехали специально, конечно. Приобщаю ребенка, чтобы знал, гордился своей родиной, знал про войну. Акция «Гидпоезд» имеет не только патриотический смысл, но и несет, можно сказать, практическую пользу. Здесь же развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Так что омские парни могут пополнить ряды российской армии. Ну а из Омска «Гидпоезд» отправляется в Тюмень, конечная точка маршрута – Екатеринбург. Там этот военный эшелон встретится с другим, следующим ему на встречу из Пензы. Юлия Кавыршина, Сергей Гаев, 12 канал. Сейчас время новостей спорта. В студии появляется мой коллега Алексей Дарив. Алексей, привет. Привет, Сергей. Алексей, тренерский штаб сборной России огласил список хоккеистов, которые сыграют на чемпионате мира. А есть ли среди них омские хоккеисты? Увы, но на чемпионате мира, который действительно с 5 по 21 мая пройдет в Кельне и в Париже, в составе сборной России, подчеркну, ни один из ястребов не сыграет. В составе трех Крюнер тоже ястребов не будет. Отказались шведы от услуги Анелева и Густавсона. Так что единственный представитель нашего клуба на чемпионате мира будет вратарь сборной Чехии Доминик Фурх. Ну а через несколько секунд буквально я расскажу о других событиях в мире спорта. Поздравили с днем рождения и вручили диплом Книги рекордов Гиннесса. Обладательница непревзойденных достижений в мире и России, сильнейшая на планете женщина-гиревик Ольга Еременко, за 10 минут подняла 24-килограммовую гирю 201 раз. Это уникальный рекорд, ведь вес самой спортсменки всего 58 килограммов. Сейчас вместе со своим тренером Александром Шанином Ольга Еременко готовится к чемпионату России, который пройдет в начале июня в Томске. Наставник Амички разработал для нее годовую индивидуальную программу тренировок. Сейчас спортсменка живет и работает строго по этому графику. К слову, Ольга Еременко убежденная вегетарианка и не ест мясо и рыбу уже больше 6 лет. По словам мастера спорта международного класса, отказ от продуктов животного происхождения помогает добиваться побед на самых представительных турнирах. Организм очистился, легкость почувствовала в тренировках. Параллельно еще бегаю и в беге тоже почувствовала изменения. Я начала увлекаться тяжелой атлетикой изначально. Двоеборья классика, олимпийский вид спорта. Там я выполнила кандидата в мастера спорта. И так как тяжелая атлетика более такой тяжелый вид спорта для женщины, а гири, он более легкий. Травмоопасный. Да, травмоопасный, я бы сказала. И мне понравилось, меня затянуло, и я начала заниматься гиревым спортом. В Амске прошла легкоатлетическая эстафета на призы правительств Томской области, участие в которой традиционно приняли школьники, учащиеся среди специальных учебных заведений и студенты вузов. С недавних пор к своим подопечным присоединились и их преподаватели. На старт турнира вышли порядка 700 спортсменов из 50 команд. Неожиданности не произошло. В состязаниях школьников бронзу завоевали спортсмены гимназии номер 12, чьи выпускники не раз становились призерами соревнований. Серебро у ребят из Омской школы номер 123. Ну а лучший результат показали многолетние чемпионы соревнований представители Таврической среднеобразовательной школы номер 1. Мне досталось 14 этапа эстафеты. Самое сложное, наверное, быть лидером, бороться в борьбе. Если рядом бежит человек, ты его чувствуешь сзади. Многие заплетаются, тут финиш уже никак, но все равно есть ощущение, что ты победитель. Было волнение, когда переступила нога за линию первой, захотелось плакать от радости. Во второй группе среди представителей средне-специальных учебных заведений не в первый раз чемпионом стала дружная команда Сибор. На сей раз олимпийцы опередили Омский колледж профессиональных технологий и Омское речное училище, которые тоже за долгие годы собрали впечатляющий комплект наград. Я бежал 200 метров и, в принципе, довольно сложная дистанция. Но я справился с ней, в принципе, прилично. Нормально все. Самое сложное, это само волнение. А вот в группе, в которой состязались студенты вузов, все-таки грянула сенсация. На высшую ступень пьедестала поднялись представители Омского государственного технического университета, опередившие профильных студентов из Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Замкнули тройку призеров легкоатлеты Омской академии МВД России. Физкультурники смогли отыграться в четвертой группе, где за трофей боролись преподаватели различных учебных заведений. Здесь педагогам из Сибгуфг не было равных. Второе место заняли бегуми Любинского района, третье – Таврического. И это все, о чем я успеваю рассказать сегодня. Завтра будут новые турниры, а значит и новые победы омских атлетов. Обязательно расскажем о них в программе «Час новостей». До встречи на 12-м канале. Любите спорт. Спасибо, Алексей. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. Необычного сотрудника в одном из автотехцентров Омска обнаружил житель города. Под капотом ловко орудовала гаечным ключом небольшая обезьянка. Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что ремонтник из нее так себе. Ни одну из деталей открутить у нее так и не получилось. Принес ли кто-то на работу свое домашнее животное, или это действительно штатный сотрудник техцентра, остается только догадываться. Впереди у Омичей четырехдневные выходные. Провести их на природе сегодня, пожалуй, один из самых недорогих и доступных вариантов семейного отдыха. Как получить от праздничных выходных не только удовольствие, но и пользу знают в загородном комплексе «Сказка». Здесь уже готовы принять омичей жители области. Есть комфортные номера разной ценовой категории, множество развлечений для любого возраста. Подробности в следующем сюжете. Продолжение следует... Новинки сезона – гироскутеры и квадроциклы. Для юных гостей «Сказки» работает зоовыставка и аквариум, тренажеры и веселый паровозик. Для тех, кто хочет поехать куда-то на день, опять-таки без ночевой, мы приготовили предложение «Увлекательный день в «Сказке». Что сюда входит? Это, во-первых, аренда мангальной зоны на 8 часов, посещение аквапарка, посещение трассы веревочного парка. И в подарок мы дарим вкусную пиццу, изготовленную здесь же у нас в «Сказке». Приятным бонусом для отдыхающих в праздничные дни будут специальные скидки. Комплекс загородного отдыха «Сказка» – это множество развлечений в одном месте. Отличный семейный отдых и море впечатлений гарантированы. Леана Шанина, Святослав Клименко, 12 канал. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Впереди еще прогноз погоды, реклама будет короткой. Омск Сайдинг Инвест. Измерьте толщину, не дайте себя обмануть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Евроокно Стандарт. Окна для вашего дома. 700-007. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Точно справок не дает? Точно. Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальные информации о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС. Если быть точным. Работает оффлайн. Девушка, а вам точно охрана не нужна? ЛИБРИДЕРМ СИРОЦИН ОПРЕЩЕЙ НОМЕР ОДИН За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены. Шоколад Яшкина 90 грамм 26 рублей. Кофе Чиба 95 грамм 169 рублей. Халва подсолнечная 88 рублей за килограмм. Низкоцен в Нижней Омке. Наш любимый магазин. И о погоде завтра 4 мая по области в Омске облачно. Дождь, температура воздуха в районах ночные часы плюс 11, плюс 13. Днем до 23 градусов тепла. В Омске ночью до плюс 14. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. КВ Новости. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»